Давно обещала, но сегодня покажу вам рецепт просто живительного крема для рук, ночной. Так что смотрите внимательно. Всем привет, мои хорошие! С вами Провансалочка. Сейчас вы находитесь на моей террасе. Мы только вчера приехали с Лавандовых полей. Я еще под впечатлением и надышалась настолько, что сегодня спала. Без задних ног, друзья мои. Но день начался, нужно что-то делать. Я сейчас буду заниматься. Пойду и в огород. Я уже включила поливашку, капельный полив, одну линию для роз своих, для роз, для растений. И сейчас мы зайдем в дом и я вам покажу, как я делала в последний раз крем для рук. И насколько я была впечатлена его действием. Поэтому сейчас будем заниматься красотой. Потом пойдем в сад. Возможно, я покажу, что я сегодня буду готовить. Я еще не знаю. Делов куча. Я сегодня когда на террасу вышла, смотрите, видите, я уже намела сколько елок. Это сегодня под утро. У нас вдруг случился южный ветер. А он очень-очень сильный. Поэтому я тут вот подмела. Нужно еще чуть-чуть подсобрать это все, убрать. Вот. Девочка, зелень сохраняется, конечно, только, скажем так, в тени. Розы перецветают. Но это уже не те розы. И посмотрите, у меня полностью умер же. А с Винчера Надюшка приехала. Алла. Ну что такое? Я говорю, ну вот, Надя, понимаешь. Половину вырезали, половину он отсвел. И все равно он высох. Поэтому, катастрофа, катастрофа. Скажем так, я с утра уже перестирала вещи, в которых мы ездили на лавандовые поля. И не только. Вот это вот, девочки, мой наряд, в котором я вчера была. Я его одевала вчера впервые. Но хочу сказать, что, конечно, это очень оригинально. С этими широкими брюками. Такие же у меня широкие брюки. Вот. Ну вот это вот. Вот этот вот валан. Когда он ветром поднимается, ну, девочки, живот, получается, на 9 месяцев беременности. Поэтому у меня в этот раз, я хочу вам сказать, фотографии вот с этим нарядом не очень удачные. Ну, бог с ним. Вот. А это мои две новых вещи. Вот эта замечательная длинная рубашка. Просто обалденная. Вот на меня шита. Заплатила я за нее где-то 35 евро. Она 50 евро стоит. Это магазин Арман Тери у нас в галерее. И там все блузки вот эти стоят 50 евро. Вот это 40,95 и вот это 49,95. Это, девочки, это тоже. Это, по-моему, вискоза. И такая вот веселенькая кофточка, где не видно ни одной жировой складочки. Но она у меня куплена специально под одни новые брюки. Вот. Я вам еще их не показывала. Из брюка у меня смотрится неплохо. Но такой, знаете, немножечко немой стиль. Вот эти цветочки, скажем так. Но когда я ее надела, вроде бы как и ничего. Вот. Но очень нежная. Она такая тонкая, такая, слушайте, очень хорошо на теле чувствуется. Он такой, я бы сказала. Ну, это, конечно, вообще не мой образ. Но почему бы иногда и нет. Вот. А вот эта вот, конечно, рубашка, это мое-мое. Это вот просто мое. Всегда мое. И люблю. И буду носить с удовольствием. И одежда у меня все под эту рубашку. Вот. А, девочки, прошла мимо. Посмотрите, у меня новый букет бессмертника. Я там, вы в видео увидите. Мы когда приехали на эти поля бессмертника, его уже состригли в этом году. Вот. Значит, в прошлом году мы ездили немножко раньше. Либо в этом году он созрел раньше времени. Вот. Поэтому, когда поля уже сострижены, можно собирать бессмертник. Ну, у меня был ножичек, поэтому там, где оставались прямо такие пряди, я быстренько-быстренько себе нарезала букет. Девчонки тоже себе нарезали небольшие букеты. Это я все разберу, аккуратненько все сажу в букетик и что-то отрежу. Это мне будут на мои примочки. Просто на букеты. Я обожаю запах бессмертника итальянского. Я не знаю, девочки, как пахнет бессмертник песчаный. Кстати, у меня есть коробочка. Нужно ее открыть. Я привезла с России, потому что он именно песчаный, желчегонный. Этот девочек итальянский, бессмертник, еще раз повторюсь, он употребляется только для тела, для лица, для омоложения, для отеков, для ушибов, от растяжек, заживляющий, омолаживающий. Да, вот это вот эффект бессмертника итальянского. Песочный же бессмертник, он именно желчегонный. И у меня нету в моих энциклопедиях по маслам и эфирным маслам ничего про песчаный бессмертник в плане ухода за лицом. Нужно искать дополнительную информацию, но так как у меня бессмертник итальянский, вот он же растет. Вот видите, тоже такие же мелкие цветочки. Вот. И я все еще хочу найти вот этот бессмертник, который я в прошлый раз собирала на обочинах дороги. Но я не знаю, мне кажется, он подсыхает, он не берется. Вот это травка, по-моему. Вот это бессмертник. Не знаю, возьмется, не возьмется, я его поливаю, не забываю. Вот там цветочек намного крупнее. Вот. И я, девочки, я вам еще не показывала, я перелила все свои масла, которые я делала матераты, в том числе сихиноцеи. Вот. Ну, у меня много чего вам можно показывать, к сожалению, я не успеваю все показать. Поэтому, вот, как я сегодня мужу говорю, нужно уже резать лаванду, высушить, потому что у меня приближается отпуск. Я хочу отвезти эти пакетики лаванды моим подружкам. Так, девочки, хорошо, перейдем к делу. Давайте я вам покажу, как я буду делать очень богатые, омолаживающие, осветляющие, выравнивающие кожу и тон кожи, и сама кожа будет у вас очень достаточно нежный и ухоженный. Ночной крем, это именно ночной крем. Он достаточно богат и много нужных ингредиентов, но, если вы найдете хотя бы половину из того, что я вам сейчас покажу, это уже будет очень неплохо. Смотрите, у меня вот такая вот банка есть. вот там у меня, я уже вчера вымазывала, позавчера даже уже вымазывала остатки крема, вот, поэтому я ее мыть не буду, зачем мне это надо. Вот, смотрите, нам нужно тюбик крема, у меня, вот этот крем стоит во Франции 2 евро 30 сантиметров, я его на сайте второй раз его покупаю, на этом же креме у меня был сделан мой обогащенный крем для рук и в прошлый раз, вот, и он, девочки, он является увлажняющим, регенирующим, у него вот есть декспантенол уже в нем какой-то, поэтому, послушайте, он очень легкий, то есть, и написано для очень сухой кожи и кожи, которая даже потрескивается немножко, да, вот, поэтому я буду делать вот на этой базе, у меня тут чуть-чуть, вот осталось, смотрите, я разрезаю тюблики, какая все-таки экономная женщина, там у нас остатки осталось, это у меня крем вот этой марки из Сюрин, он с мочевиной, вот, его совсем чуть-чуть, тоже он хорошо работает, ну, девочки, зачем вот, когда много тюбиков, у меня, допустим, 4-5 тюбиков всегда стоит на столе, так, девочки, первое, что мы сделаем, я буду, в этот раз, я не добавляла в прошлый раз, но в этот раз я добавлю вот такое масло карите, это масло ши, и вот оно еще обогащено и розовым маслом, поэтому будет вообще шикарно, так как масло ши всегда твердое, вот, независимо от температуры, оно практически само девочки не тает, ну, вот чайная ложечка такая с горочкой, да, я его сейчас буквально на 2 секунды в микроволновку, чтобы я его могла смешать потом с моим кремом и оставшимися ингредиентами, так, вот посмотрите, девочки, вот до такого состояния, вот смотрите, оно такое, как бы, не совсем мы его растапливаем, такое чистое, чисто, чтобы мы его могли смешивать с нашим кремом, теперь знаете, что я сделаю, так как крема все-таки много и баночка у меня наполнится, наполовину, я сначала добавлю все оставшиеся ингредиенты, а их у нас достаточно много, вот я себе тут, где же у меня было это, я себе листочек записывала, минуту, ну, вот так я положу листочек, и вам будет хорошо видно, смотрите, крема у меня 75 миллилитров, ну, и сколько тут, 5 миллилитров остатков, вот этого крема, этого 75, ну, вот где-то там, если у вас тюбики по 50 миллилитров, девочки, говорят, у вас есть детский, увлажняющий крем, вот на этом, это мне советовала моя подписчица, рецепт, я его, конечно, видоизменила, чуть-чуть, но основа осталась, та, что она мне давала, спасибо ей огромное, 10 капель гиалуроновой кислоты, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот, гиалуроновая кислота, это очень сильный, 8, 9, 10, это очень сильный увлажнитель, поэтому, есть она у вас, в капсулах, в порошочках, в аптеке у вас продаётся, поэтому, если вы хотите обогатить свой крем для рук, взять обычный увлажняющий крем и сделать что-то прекрасное, пожалуйста, приобретите гиалуроновую кислоту, это как бы главный ингредиент в этом креме, в обогащении, смотрите, дальше у нас идёт витамин А, Е и Д, витамин А у меня вот такой, куплен он в этой, в российской аптеке, девочки, я его добавлю, витамин А, вы все прекрасно знаете, что это ретинол, да, поэтому, только на ночь вы наносите этот крем, иначе, если вы его будете использовать утром, и пойдёте на солнце копаться в огород, да ещё без этого, вот эти капельницы, это вообще жесть какая-то, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, вот, нельзя ни в коем случае на солнце выходить, поэтому на ночь используем, ставьте этот крем на ночной, на тумбочке на ночной, возле кровати, и перед тем, как вы уже, заснёте, то есть вы улеглись, нанесли этот крем, он будет достаточно жирным, поэтому его надо будет ещё помассировать, и вы поверьте мне, что вам очень понравится эффект, дальше, с витаминов я добавляю витамин Е, тут у меня есть пипеточка такая, вот такой вот, обычный, девочки, токоферол, аптека российская, стоит копейки, пошли, купили, и использовали, и использовали, два, три, четыре, пять, шесть, ну, как раз, десять капелек, вот, витамин Е, девочки, можно использовать, не сильно опасаясь, потому что он не фото, чувствительный, во всяком случае, я про это нигде не читала, дальше, девочки, вот этот очень важный ингредиент, я его купила, его вообще, это масло, это витамин Е, D3, который применяется, вовнутрь, вот, но он очень хорошо работает и на коже, тоже я добавляю десять капелек, пять, шесть, восемь, девять, десять, я его и пью иногда, у меня вообще в таблеточках витамин D3, который мы принимаем с мужем каждый день, вот, иногда я когда забываю, не забываю, я и этого тоже под язык накапываю, значит, так, сделали, А, Е, Д, сделали, теперь масло макадамии, так, масло макадамии, вообще масло макадамии, больше всего используется на волосы, но, девочки, вот на коже тоже работает хорошо, я его для лица не использую, я не знаю, почему, потому что у меня просто, наверное, у меня много масел, так, девочки, добавляем, такую хорошую чайную ложечку, масло очень-очень богатое, очень хорошее, очень мягкое, просто шикардючее, и я буду добавлять, у меня просто, мне нужно использовать этот флакончик, это масло Онагра, Онагра это, по-моему, это, нет, бураши, это аптечные, а это, а, это ночная, это, красавица, или как его там называют, вот, я много рассказывала про это масло, я сейчас, я его и на лицо использую, сейчас я немножечко его оставила в стороне, потому что я сейчас увлечена бессмертником полынью, и всеми их производными, хотя зря, 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 ну, видите, масла это жирное дело, поэтому я больше этим пользуюсь, начиная с осени, когда нужно восстанавливать кожу, после лета, после солнца, поэтому вот так, значит, смотрите, и сегодня, сегодня я буду обогащать свое масло, во-первых, это очень хорошие консерваторы, во-вторых, это просто исключительные масла, масло морковки, оно работает, я вот даже книжку специальную, я же сначала залезла в книжку, вот, оно работает, девочки, удаляет пятна пигментные, заживляет все ранки, омолаживает, регенерирует кожу, там чего только нету, но так как масла очень сильные, я буду добавлять два масла, масло моркови, масло моего любимого бессмертника, эфирных, то я их добавлю буквально там, по 3-4 капли каждого, да, с пипеткой выдавить это, девочки, вам не просто так, так, давайте, раз, два, три, все, хватит, и приблизительно столько же капельек, я добавлю эфирного масла, это, кстати, вчера масло куплено на лавандовых полях, в бутике, прямо там, которые у них на полях, местного производства, стоит 5 миллилитров, 25 евро, вот, два, три, четыре, пять, вот, девочки, это богатство, это просто, это просто богатство, у меня есть еще незаконченная бутылочка, в аптеке я покупала, или в каком-то косметическом магазине, не важно, вот, но тем не менее, я перекупила себе еще одну бутылочку, потому что мне же всегда всего мало, вот такие дела, значит, смотрите, вот это сейчас я размешаю, у меня есть вот такой венчик, и будем добавлять с вами наши кремы, так, девочки, смотрите, как хорошо размешались наши витаминчики с маслом ши, который у нас чуть-чуть был подтоплен, и теперь я просто, вот, девочки, просто беру и вот так выжимаю сюда этот крем, можно подмешивать частично, немножко выжать, размешать, еще добавить, ну, чтобы было, чтобы он хорошо как бы, я вам хочу сказать, вы этот крем, когда приготовите, конечно, уже вечером, ну, вот сейчас, допустим, время у меня, часов 11, я даже не смотрела, вот, размешиваем, делаем, чтобы такая была масса, была однотонная, однородная, однотонная, как хотите, вот, и, и потом, вот, эти кремы, кремы начинают быть очень эффективными, где-то дня через 2-3, когда поработают все масла, и все эфирные масла, переженятся там, понимаете, смешаются между собой, поживут одни в одном помещении, скажем так, вот тогда этот кремушек будет очень-очень эффективный, вот, хотя я, конечно же, уже сегодня вечером, я уже его нанесу себе на руки, что ж я ждать буду, что ли, размешали немножко, довыдавливаем крем, вот, проблема в этих тюбиках, почему я, девочки, не очень, в тюбике хорошо, потому что туда не попадает воздух, да, даже вот кремы для лица, я даже в тюбиках предпочитаю иногда, особенно на лето, потому что не лазим руками в ничего, но вот, допустим, что в них остается, по чайной ложке, а то и больше кремов, это мне тоже не нравится, все наше вообще богатейшее консистенция, смотрите, какая густая, поверьте мне, что если вы попользуетесь этим кремом, две недели, три недели, но каждый день, вечерком, ваши руки изменятся, вы мне потом обязательно напишите это в комментариях, вот, если хочу вам сказать, что, вот я добавила масла анагра и макадамии, но вот мне сегодня хочется, я давно не пользовалась, у меня стоит большая бутылка облепихового масла, масло облепиховое, это живое масло, это масло, которое не используется в чистом виде, то есть его нужно разводить с такими же косметическими маслами, как мы разводим наше эфирное масло, вот, и я хочу в этот раз еще обогатить маслом облепихи, оно будет такое сейчас у меня, желтенькое, оранжевое, такое красивенькое, мой кремушек, поэтому, естественно, девочки, ой, сразу облепихой запахло, я вам даю вот как бы вот основу, да, крем берите, недорогой, чтобы он был увлажняющий, это очень важно, это самая главная композиция, а уже мы его обогащаем витаминами и маслами, чтобы он стал питательным, чтобы наша кожа хорошо насыщалась не только влагой, но и питанием, витаминчиками, и поверьте мне, это будет супер, пупер, уход, я бы не сказала, что это дешево и сердито, но, так как у меня есть много компонентов, которые я могу добавить в обычный простой крем для рук, вот для меня это и дешево, и сердито называется, потому что более-менее приличный крем, который обогащен гиалуроновой кислотой, во всяком случае у нас во Франции, дешевле, чем за 8, 9, а то 10 и 12 евро, в зависимости от миллиграммов, вы не найдете, прекрасно, посмотрите, какая красота, прям я вот его взбиваю, нямка-нямка, вот, все, мои хорошие, смотрите, и даже этот крем, ну, я не делаю этого, потому что иначе нужно надевать эти носочки, этим кремом, если у вас есть время, руки мажете, пяточки намазали, носочки надели, надели, и полежали, минут 10-15, потом уже снимаем носочки, ну, чтобы не вымазывать простынь, сами понимаете, тоже очень хорошо, крема много, его хватает надолго, я не знаю, так как я его использую только на ночь, мне, по-моему, хватило месяца на 3, а то и на 4, вот, такая красота, я надеюсь, что вам очень это все понравится, и вы будете заниматься составлением своих замечательных кремов для наших тружениц, для наших ручек, девочки, смотрите, наша охранница такая под столом, Марис прибежал, он бегал сегодня, а мне за это время привезли, мы заказывали же душ в кабину, и девочки, он шел с Германии, это немецкое производство, и мой муж говорит, слушай, нет вообще, даже никакого, кто-то всего говорит, вот эти вот штуки, это ж такое дорогое, но он дорогой душ, конечно, он 200 с лишним евро стоит, 250 что-то, мы 180 евро за него заплатили, он был немножечко уценен, вот, и нашли мы, я говорю, да смотри, не может быть, чтобы не было, как собирать, потому что очень хорошие были отзывы, смотрите, вот такой у меня будет сверху стоять душ, с которого будет литься вода, вот так вот ровненько, вот туда вот будет прикрепляться, и потом такая вот еще, вот такой душик, отдельно, и я выбирала, чтобы была такая подставочка, чтобы можно было поставить, ну это, ну мыло я не знаю как, ну вот бутылочку там, по уходу, чем он уже тут накапал, мне этот муж, поэтому, даже перчатки, он говорит, даже перчатки, если представляете, девочки, знаете, что я сейчас буду делать, я сейчас буду делать мацерат из листочка в лилии, вот у меня лилия, послушайте, она, надо вообще белая-белая лилия, но у меня лилия, желтая, ну такая вот, бело-желтая, я думаю, ничего страшного не будет, вообще-то, чтобы делать мацераты, все листочки, все травы, все цветочки, нужно немножечко, как бы подвяливать, вот, я не буду их подвяливать, потому что они теряют сразу цвет, и упругость, поэтому я вот так вот сейчас в баночку натрамбую, и залью масло, масло я буду брать, девочки, масло кунжутное, очень хорошо для сухой, и зрелой кожи, просто восхитительно, его хорошо, что во внутрь, что на лицо, вот, потому что, и это достаточно будет бюджетно, потому что косметическое масло, девочки, очень-очень дорого обходятся, потом эти мацераты, их мы не всегда сразу можем использовать, масло прогоркнет, и потом будет, ну, не то, что это будет плохо для кожи, я не думаю, что там что-то случится, с вашей кожей, но эффекта, конечно же, девочкой не будет, вот, поэтому я вот столько, я много делать не буду, буду я, девочки, использовать масло, кунжутное масло, инка-инчи, вот, почитайте в интернете, насколько оно, это очень хорошее, увлажнитель, еще там племена инков, использовали, это, эти, вот, оно вот такое, видите, вот, оно совсем недорогое, вот, а я его храню в холодильнике, потому что было написано, вот, у меня еще, вон, смотрите, там полбутылочки, я его как бы в пищу не использую, но, тем не менее, оно у меня есть, вот, когда, вот, видите, сегодня такой случай подвернулся, так, так, видите, как под, когда подсыхают эти лепесточки, какие они становятся, такие вяленькие, кстати, про лилию можно изучить побольше, потому что я знаю, что их даже заваривают в чай, как-то, но, девочки, лилия, это достаточно токсичное растение, то есть, оно, может быть, не всем подойдет, а вообще, вот, как бы, лепестками лилии, вот, у меня есть готовое масло, из лепестков, мацерат, вот, вот, сейчас мы делаем мацерат, из лепестков белой лилии, то есть, вот, я наливаю кинжутное масло, я намываю на это, наливаю масло, инка, инчи, вот, и будет это прекрасный, прекрасный у меня мацерат, потому что в рецепте, у меня же есть книга, девочки, у меня есть большое видео, где я вам показывала, как я делаю мацераты, в рецепте еще рекомендуют добавить абрикосовое масло и органовое масло, у меня есть одно и второе, но, вы знаете, я, пожалуй, зажму эти два масла, можно, если бы у меня было ореховое масло, я бы добавила ореховое, но оно у меня, к сожалению, закончилось, вот, вообще мацераты, девочки, все делают, во всяком случае, у меня готовые, которые мацераты, я покупаю, да, вот, маргаритка, там и все, это сафлоновое масло, я добавляю третье, вот, поэтому мне получится этот мацерат недорогой и, надеюсь, эффективный, сафлоновое масло, девочки, тоже очень-очень рекомендуется для косметических целей, особенно для волос, вот, для волос, я прям случайно увидела сейчас статью, надо будет тоже почитать, вот, и все, и девочки, я это закрываю и ставлю прямо здесь на окошко на солнышко, это солнечные, вот у меня такая есть книжка, кто помнит, я делала, показывала, но дело в том, что очень маленькую аудиторию заинтересовало это, мне кажется, это у меня на мадам француженке даже сделаны эти мацераты, я найду видео, поставлю вам, может быть, эту ссылочку, посмотрите, вот, и что здесь нам пишут про это масло из белого, из белых лилий, они пишут, что это масло является, во-первых, отбеливающим, вот я читаю просто вам книжку, идет это, съемка сюда, оно очень хорошо его делать именно на миндальном масле, тоже это для гусиных лапок подойдет, и потом они пишут, удаляет пигментные пятна, улучшает цвет кожи, вот кто вот эти, вы знаете, вот женщины покрываются пятнами во время беременности, удаляет это все, то есть, девчонки, ну это очень хороший будет, как бы нам помощник на нашей полочке с косметическими маслами, поэтому пусть будет, я сейчас его подпишу, конечно же, поставлю обязательно дату, потому что мацераты мацераты нужно настаивать на солнышке в течение трех недель, потом уже можно их процеживать, ну а если не процедим, ничего страшного, можно и так держать, и просто потом брать по чуть-чуть, вот, и использовать, у меня вот уже практически готово, я ставила первого числа, ну еще и понеделька, это у меня полынь в сухом виде на миндальном масле, вот тоже видите, у меня будет сколько новшеств, вот, и у меня вот девочка эстрагон, но эстрагон, это я чуть-чуть сделала свежего эстрагончика, именно попробовать в уходовых средствах для лица, а вообще у меня, видите, там стоит баночка, да, это у меня уже готовые мацераты, с которыми я вчера с девчонками поделилась, вот, еще остальным девочкам тоже дам, дочери своей отвезу, и будет нам всем счастье, у меня вот базилик, девочки, тоже я настаивала базилик, на это на оливковом масле, я его в салаты использую, вот сделаю, когда вот эти все французские соусы, винегреты намешиваю, и вот такой вот у меня еще на эстрагоне, тоже, видите, какая большая бутылочка, вот я это все сделала, у меня есть на розмарине тоже, и, по-моему, на чабрите, на кухне, там на летней стоит, поэтому, девчонки, я не знаю, мне, конечно, я все это люблю, поэтому я тут и пецкаюсь, и все делаю, но не буду я, девочки, уже умирать от скромности, вы все прекрасно видите мое лицо, вы все прекрасно знаете, что у меня нет ни одного укола, и тем более каких-то операций, вот, поэтому надо не лениться ухаживать за собой, что-то делать, вот это, это, конечно, много, но вы знаете, я когда увлеклась этими матератами настаивать на солнце, я купила книгу, вот, я решила попробовать, поэтому мне много, а так, конечно, девочки, это очень большие объемы масел, то есть их нужно использовать, умасливать кожу тела, на лицо это очень много, это вот бархатцы, кстати, бархатцы можно, девочки, принимать, вовнутрь, то есть заправлять салат, и это хорошо работает, и на зрение, во-первых, и очень хорошо работает, по-моему, на желудочную эту систему, вот у меня роза, смотрите, роза, настояна, мои лепестки роза, настояна на масле, абрикоса, на масле, касторки, авокад, орган, и я уже его заливала маслом, то есть эти листочки заливала уже, маслом, которые были настояны уже розы, то есть, представьте, там какое богатство, дальше у меня мацерат, лаванды, девочки, как пахнет, лавандовое масло, запах обалденный, может быть, на подсолнечном без запах, быстрее всего, потому что объем баночки был большой у меня, дальше смотрите, у меня герань, вот это лечебная герань, на масле косточки винограда, тоже большой объемчик, но гераньевое масло, девочки, вы все знаете, что это омоложение, 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 вот оно заживляющим является, это у меня, видите, вот готовое масло авокадо, я покупаю, и заливаю какие-нибудь там, еще цветочки, так, это тоже у меня жерань, вот я одну бутылку отвезу своей дочери, вот, дальше смотрите, у меня здесь масло, на сафлоновом, на мацерат розы, на сафлоновом масле, вот последнее, а это масло, да, сафлоновый катаран, и все, и вот такие вот маленькие бутылочки, вот у меня, видите, вот герань, я вчера одна дедала, я вчера это, с серой поделилась, вот у меня еще маленькая бутылочка с бархатцами, вот, увезу, может быть, вот и хиноцея, девочки, так, а где же хиноцея, у меня, где-то у меня как-то хиноцея было так, вот, видите, вот тоже маслица хиноцея, на масле, я сюда добавляла эфирное масло моркови, так как оно, я вот рассказывала, да, в рецепте для рук, является омолаживающим, здесь у меня масло кастровое, масло виноградной косточки, вот, и здесь настояны мои цветочки хиноцеи, которые цветут у меня в саду, так, так, что я, конечно, девочки, тут могу замаслиться, это понятное дело, но я очень люблю это дело, поэтому я и делаю с удовольствием для себя, и делюсь с удовольствием с вами, оставайтесь красивыми. Так, ну что, мои хорошие, я вот приготовила ящички, перчатки, пойдемте в огород, я соберу кабачки, я даже боюсь смотреть, какие там будут, наверное, очень большие, но я их тогда подрежу, заморожу, да и все, а внутренняя курочка, мадам, здесь вот я протянула шланг, поливать мою гортензию, посушить все, так все, что-то у меня вон погибает одно растение, не могу понять от чего, все заросшее такое, какое-то, становится такое все, суважа, суважа, смотрите, видите, это мое красивое растение, вот девочки, вот какого фига, оно начало засыхать, оно здесь поливается без конца, мы же поливаем этим душем, здесь вот эхинацея такая красивая, а это вот регрис, это вот такой вот, ну как солодка, можно сказать, из этих сортов, смотрите, какая красивая, вот получается фотография, сейчас прям даже сделаю, слышите, цикады поют, там вот у меня лилия шикарная, распустилась, но она в этом году помельче, чем в прошлом году, даже не могу сказать, почему, вот здесь вот одна лилюшка, тоже есть, а так больше ничего нет, но у нас, друзья мои, уже середина июля, поэтому, конечно же, мало чего может уже быть в саду, очень жарко, вот эхинацеи цветут и цветут, и слава богу, лилии сейчас и цветут, ну вот, пеларгонии, конечно, цветут, розочка, то одна, то другая, смотрите, Саша-то наш, который Пушкин, проснулся, видите, как она хорошо пахнет, эта роза, но мелкая, у меня в том году была, она намного крупнее, она, но это вот первый цветок, послушайте, одни слепые побеги, я уже отчаялась, их резать, потому что я их режу-режу, они все время слепые, слепые побеги, что надо, непонятно, ну будет свести осенью, значит, вот там у меня розы ароматные, перецветают, ну все розы такие мелкие, жасмин отцвел, и вот эта вот наша, которую мы так и не определили, кто она у нас, Мария, Каролина, или кто она, видите, какие мелкие цветочки, розочки там вообще, с ноготок, это все, друзья мои, от этой жары, вот, так что я пошла в огород, Марис будет сейчас заниматься душем, душ, конечно, шикарный, такой, знаете, модерновый, скажем, какие сейчас цены на это все, нам эту душевую кабину поставят, у нас вышло, уже выходит больше тысячи евро, очень дорого, каждый винтик по 10 евро, это вообще жесть какая-то, ну винтик это медный, конечно же, или там латунные, какие они там, не знаю, но тем не менее, видите, одна зелень, ничего особо не показывать вам нечего, я думаю, что у нас там стычит, у нас рожев он тоже начал переделывать душевую кабину, он давно что-то там купил, а вчера, Марис говорит, докупил он бак, я говорю, помоги хоть ему там, он говорит, ну помогу, конечно, если попросят, вот, лаванду надо срезать, тоже здесь вот лилия доцветает, все розы нужно обрезать, ну вот ромашка там болтается, вот, наступают времена хурмы, да, такой жалкий вид, конечно, садом его, даже неприятно самой, так, ну что, мои хорошие, мы пришли в огород, я не была здесь дня 4, страшно даже смотреть, что у меня тут наросло, чего не наросло, ну вот огурец, видите, девочка, огурец болтается, вот и огурчики же есть, но они почему-то нет, сейчас я полью, конечно, их никто не поливал, тут пока меня не было, опьяные за кабачки, как переросли, девочки, что я с тебе буду делать, они все кони, все абсолютно, да, баклажанов тоже полно, сейчас, послушайте, соберу сейчас кабачки, пойду за ящиком, надо переобуть мне тоже тапки, иначе я тут сейчас все ноги себе за ножу, огурец подвяжу, ну, короче, у нас сегодня такое солнце рассеянное, можно поработать, пойду, пойду, Марис поедет сейчас еще в магазин, сказал, ему там каких-то не хватает гаечек, для установки душа, поэтому он поедет, я показаю, ему все рожи, смотрю, кабачков наросло, мама дорогая, слушайте, пока я понасобирала эти огромные кабачки, там два кабачка с лишним курочком порезала, отнесла довольную клюю, девочка, послушайте, обстрекала все себе эти руки, хотя я была в высоких перчатках таких, рукава не хватило, они такие колючие, вот эта вот ботва этих кабачков, не знаю, что я с ним буду делать, послушайте, может быть, быстренько почищу, и ему середину порежу и заморожу, потому что, ну, времени фаршировать у меня сейчас нет, сегодня, во всяком случае, у меня в этом году, девочки, уже я вижу, что будут очень хорошие баклажаны, вы увидите, я вам покажу сейчас, я сняла там штук 5-6 разных, вот, и вырастают они огромными, вот здесь вот уже маленькие такие остаются, и вот, смотрите, вот здесь, сейчас я покажу, вот эти вот такие фиолетовые, светло-фиолетовые, но их тут полно, полно, вот, за листочками ничего вам не видно, конечно, жалко, полно, вот, и белые кабачки, вот у меня всего 4 кабачка, из них 2 белых, на этом я целых 2 сняла, больших, наверное, еще штук 5 есть, но они за 2 дня нарастут, девочки, помидоров полно, все, я кричала, нету помидоров, нету помидоров, но помидоров лично, лично мне, до моего отъезда хватит, если они начнут созревать быстро, то я и соуса своего наварю, сначала вот этого заварного, вот такими кусочками, да, без корочек, такие, как томаты, как мы любим томаты, такие, в собственном соку, у меня прям так хорошо и ловко получается, этот соус, я вам, конечно, покажу еще раз, хотя я в том году уже показывала, вот, смотрите, начинают уже созревать, бычьи сердца, я сейчас вам вот это видео сегодняшнее, поставлю на загрузку, а сама приду, порежу немножко, немножко ботвы, я тут кое-как, где ножом прошла, сходила, собирала баклажаны, не отрезать, послушайте, надо приходить с секатором, вот, это вот ананасы, вот, помидоров хватит, девочки, однозначно, они вон еще же перецветают, и вот здесь вот в ботве, будет много еще чего, поэтому ботву нужно немножко проредить, не знаю, хотелось бы прийти, вон там, видите, уже начинает желтеть, это уже 100% нужно убирать, и вот эти вот какие-то в этом году, вот эти корны, эти вот как пальчики, да, такие вот длинные, они же вообще огромные такие, вот такие вот, как от моей вот рубашки, до конца ладошки, такие огромные, в этом году нет, вот, зеброчки мои еще не назрели, хотела собрать одну зеброчку, но не готовы, и вот эти, смотрите, какие красивые, вот эти старинные томаты, ну, вот у них эти, вторая половинка должна быть красная, такая бордовая, вот такая вот, как на картинке вот они еще не созрели а смотрите тоже так есть, да? будет перецветать, вот мне кажется будет полно, вот зебры будет полно, это вот у меня непривитая зебра а вот здесь краешку привитая но я вам хочу сказать, что в данный момент я большой разницы не вижу даже можно сказать, что непривитые может быть и больше фруктов но дело в том, что вот это вот потом, она будет свести долго, до самых заморозков я когда в сентябре вернусь я мужу скажу, чтобы он мне ничего не вырывал чтобы он давал этим томатам перецветать у меня еще много потом зеленых, конечно, томатов будет ну и я в том году зеленые собирала вот, у нас ничего не едет девочка, не солянки из них я только заморозила немножко и добавляю вот в рассолник, когда готовлю супчик какой-нибудь хочется кислинки вот, помидоры, смотрите какие заросшие коняхи поэтому хватит нам помидоров я все переживала, что мало помидоров единственное, что я считаю, что все-таки уже сегодня 12 июня вот они никак не краснеют у нас в том году раньше краснели томаты так, девочки, кабачков наросло это вот эти куржи дуниса эти вот, которые, видите, такие большие вот, видите, смотрите, какой он огромный а вот эта мускатная всего лишь одна вот, но зато как она выросла за эту неделю с тех пор, как я вам показывала последний раз смотрите, какая красавица вот, я посмотрела, я больше нигде не вижу малюсенькой неужели будет только одна тыпочка уже пора бы им завязаться потому что они просто потом не успеют вызреть, потому что она по-хорошему слышится, это стучит, это рожей разбивает свою душевую комнату он тут, слушайте, хорошо я не снимала этот момент он тут ругался всякими словами не очень хорошими видно, у него не получалось что-то кричал, как сумасшедший вот, а здесь эти мои, видите, потимарончики распрекрасные за листочками не очень видно и там вот интересная такая одна даже не знаю, кто такая у нас рябенькая вот, это у меня спагетти по большому счету спагетти должны быть что там будет, не знаю но они какие-то разные, девочки, я ничего не понимаю но у меня тут две разные может быть, это куржи дуниса тоже а вот это спагетти точно не могу вам ничего сказать посмотрим, когда вызрют тогда будем определяться может быть, и семена были перемешаны я урожей два только сняла больших кабачка ну вот, тоже кабачков сильно нет в этом году ну вот, как они перерастли такие коняры так и не знаешь, куда девать вот, и здесь у меня две тыквички два потимаронечка видите, какие хорошенькие лежат ну, тоже можно было бы больше но здесь им мало водички достается вот, артишоки артишоки в этом году вряд ли будут свести потому что они дают корни вот, ну и картошка, видите подсохла, надо выкапывать ну, так Мария же занимается у нас то праздники, то гости то мы в гостях Мария занимается в ванной комнате сейчас поехала, получили мы душ ему там что-то не хватает он и ехал сейчас в магазин и вот так, вы знаете бесконечно вот, поэтому пойду я за один раз не унесу свой урожай пойдем его забирать загружу на видео если еще соберусь, приду немножечко почекаю бату на помидорах зачем им высыхать брать только соки, правда ну вот а показала я вам урожай или нет я мимо прошла так, как будто ничего не случилось смотрите у меня что вон целая гора кабачков переросших это очень большие кабачки конечно слышите, слышите кричат рожи ну кто хочет замуж такого не сдержанного мужчину вот и здесь смотрите девочки вот я собрала видите, какой он огромный смотрите какой о, попробуйте его, приготовь это вот на один раз уже можно икры наготовить беленьких, вон сколько помидорки первые девочки вот этот очень красивый вот, смотрите какой он яркий у меня обычно такие полосочку они вот эти вот ярко-фиолетовые а в этом году такие красавчики тоже их будет достаточно я смотрю, там много малышек ну а сегодня мы можем с Марисом уже с хлебушком с солькой попробовать первые помидоры ох, класс все, мои хорошие курочки там едят кабачки тут виноград у нас наливается надо его полить опять нету дождей послушайте сегодня ветер такой сильно поднимается вон мои курехи вон едят кабачки смотрите а так хорошо они уже выплевали уже одни лодочки вон только остаются ешьте, ешьте, моя хорошая натюр-продукт ну вот все, я пошла пошла-пошла ну вот ешьте, 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 ешьте. ешьте, 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 ешьте. нега карачки ешьте, 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 ешьте. ешьте, 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 ешьте. Продолжение следует...